Девушки отдыхают Вот перед нами как раз тот самый пример оружия, которому вообще нет аналогов в мире Машина, на борту которой мы сейчас находимся, это передвижной радар, для которого вообще нет такого понятия, как самолет-невидимка Он видит любые летательные аппараты, созданные по технологии стелс Он способен обнаружить пуски баллистических ракет И вот сегодня военная приемка бросает вызов этому радиотехническому монстру Интересно, а увидит ли он такую блоху, как маленький коптер Девушки отдыхают 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 Ну вот она, это сложная цель, научиться засекать, которую мечтают все армии мира Пластиковый коптер Здесь может находиться или видеокамера, или боевой носитель Неважно, обнаружить такую машину в полете очень сложно Что ж, давайте мы вприжемся в эту гонку и попробуем обнаружить коптер с помощью радара Девушки отдыхают очень много используются. Она может стилдно приступать к своему targetу, без того, что отрабатывает радиару. Однако вы увидите нас успешно detectать дрона используя Панцер-систем. Это было использовано оптической, вместо электроникой. Сегодня мы сделаем то же самое, из комфорта нашего куча. Мы позволяем его найти, без лишнего места. Ну что, давайте сразу приступим! Представим главного героя нашей сегодняшней программы. Это радиолокационный комплекс «Небо-М». Состоит он из трех автомобилей. Первый – это радар, который работает в метровом диапазоне. Второй – это радар, который работает в дициметровом диапазоне. И, наконец, еще один герой нашей программы – это автомобиль, на котором расположен пункт управления. Именно отсюда будет вестись с командованием этим комплексом. «Небо-М». 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 «Идерпогентация». «Небо-М». «The VHF-antenn has unfolded and is now rotating. Then the UHF radar comes into operation. One of the creators of the Nyebo-M присоединяйтесь к нам, чтобы смотреть интригую танцующую технологию. и высокие точность измерения координат в коротковолновом диапазоне. Благодаря большей антенне, Радар VHF detects all kinds of targets at extremely long ranges, including stealth aircraft and UAVs. This is the radar we're pinning our hopes on to detect our drone. But it has its disadvantages. In long-range operation, the VHF band isn't particularly accurate. The VHF radar is quite the opposite. That's why there are both of them. Now the radar is working in what mode? Now the radar is working in a round-up mode due to the mechanical rotation of the antenna. But if we want to concentrate all our attention on a specific country, for example, on a state border... Then the radar can move into a sector-up mode. For this, by the team of the operator, automatically these antennas останавливаются в выбранном направлении. Now we're going to ask the operator to stop the movement. What's going to happen? Well, for example, in this direction. In this mode, the NIEBO-M radars have the highest radar coverage in their class. They can see targets over 1100 miles away and 745 miles up. Here we are going to explain to you that the radar is located in the same radar, or in the same radar, or in this container. To see the NIEBO-M inaction, Продолжение следует... 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 Мы работаем на сегодняшний этап неизвестен. Нужно сказать, только 100 лет назад, «Эр» был единственным посетителем. Некоторые люди знают о том, но во время World War II были специальные группы слушателей. И более точно определяли, что может лететь. Чтобы улучшить их голосовую способность, специальные «пит» были готовы для них. Многие женщины должны стоять в центре «пит» и идентифицировать звук, если это был борщик или бомбер, и направление. Добрый слушатель мог бы полностью идентифицировать азимут. Потом они отправили борщиков в эту сторону. «Стрелка» здесь у нас была изначально более массивнее, чтобы ее было видно с высоты. И, соответственно, она стрелка показывала на курс, в который должны были двигаться данные самолеты. Классно, это не достаточно, чтобы просто слушать. Наши дизайнеры нашли более подробную решение. ¿Три называется РУС-1 This system is called RUS-1. It doesn't refer to the word Russia. РУС is an abbreviation meaning the Sieaks Aircraft Radar. It was first tested in 1934. During World War II, such systems covered Moscow and Leningrad. In addition to that, the sky over Moscow was constantly monitored используя обслуживающие баллоны и обслуживающиеся, которые иллюминили врага с мощными бомбами. После войны появилось jet-aircraft, которое требовало фундаментально новые аэр-дфэнс-системы. В 1947 году появилось научное исследование института радио-инженерии. Потом появился Нижний Новгород-институт. Самостоятельное существование нашего предприятия и его под конструирование, разработку и производство радиолокационных станций. Много более 50 страны принимали эти радио-системы. Но институт был очень популярным во всем мире, после того, как его системы удалось detectать на УС-системы. Это преимущество метрового диапазона. То есть это конек Нижегородской радиолокации, это диапазон, который считался долгое время вчерашним днём в локации. Запад ушёл от него. The West stopped using it. The U.S. spent billions on creating stealth technology, all in vain. Now the United States wants to catch up to our radar systems. И мы знаем, что сейчас и работы по модернизации наших старых станций, оставшихся в распоряжении стран, бывших участниц Варшавского блока, переделываются, они модернизируются в том числе. То есть фактически наши наработки, ну, вторично используются на западе. Воруются, если называть вещи своими именами. Да, да, в этом случае, да. То есть, это не сюрприз. Давайте посмотрим, как Ниево М-системы были сделаны. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ To be honest, up to this point, I thought that microassembly is a process. But as it turns out, small PCBs are called microassemblies. And they cost, this one, for example, is $13,460. You heard it right. This plain-looking piece of hardware costs as much as a pound of pure gold. This is the thing. To assemble this, you need to perform dozens of complex operations under a microscope. First, you need to prepare the substrate. And then, literally, layer by layer, apply components the size of a speck of dust. This process is called deposition. Дальше каждую такую микросборку необходимо загерметизировать. Как? Лучше всего сварить. Вот то, что мы сейчас с вами наблюдаем, это как раз классическая сварка. Варят лазером в атмосфере инертного газа аргона. Вот по этой трубе поступает инертный газ. А вот лазерный луч. Давайте покажем его. Ух ты. Это мы приварили пинцет. Так, ну вот, процесс сварки закончен. Теперь, чтобы доказать, что герметичность достигнута, мы погружаем нашу микросборку в стакан. Чистым зерновым спиртом. И мы видим... Внимание, пузырики не пошли, значит, сварка качественная. И вот сейчас мы заходим как раз в тот самый цех, где работают с золотом. Не только с золотом, но и с другими драгоценными металлами. Это специально подготовленное помещение. Здесь обеспечивается нужная частота воздуха в рабочей зоне, температура, влажность на рабочих местах. И здесь изготавливают прямопередающие модули, интегральные сборки, микросборки. Говорят, у вас тут чуть ли не каждые пылинки посчитаны. Каждые пылинки считаются, причем считаются три раза в день. Не реже. Когда вы входите в эту комнату, вы сразу вспомните, что женщины, которые слушали на корабль во время World War II. Эти работники в магазине, в основном, женщины. Да, только девушки, потому что именно они приспособлены для выполнения этих технологических операций в силу своих физиологических возможностей. А это конкретно что такое? Трудолюбие, внимательность, усидчивость, возможность длительное время работать с микроскопом. То есть они весь день, 8 часов, вот так сидят, смотрят в микроскоп. Ну, почти что так, с перерывами на полчаса через каждые полтора часа. However, according to the HR department, only 1 in 10 women has what it takes to do this job. 90% of women aren't fit for the job. Сейчас происходит соединение вывода элемента, конкретно транзистора, с площадкой. То есть идет процесс сварки. Я свариваю, привариваю. Варите золото? Варите, да, варю золото. И сколько лет вы варите золото? Ну, я работаю здесь 91-го года. И всю жизнь варите золото? Это самая первая установка. Можно глянуть? Пожалуйста. Пойдем рассмотрим на свету. Это маленькие такие волосочки, да? О, какой он. Правда, глазом практически вы не видишь. Ну да, их не увидишь. Толщина проволоки? Толщина проволоки 20, 30, 40, 50 микрон. For a comparison, the thickness of a hair is twice as much. After visiting the shop where people are used to seeing the invisible, we've grown more confident about the outcome of our drone test. After all, finding a tiny drone in the sky with a radar is a lot like being able to see the invisible. We're back again in the command post module, but there's nothing on the monitors. No signs of a plane, a missile, or a drone. We have to contact the drone operator. It turned out the drone is too low, near the tops of the trees. Александр, поднимайся сейчас наверх, и скажи, какие у тебя показатели по высоте. As the drone goes up, we all stare at the monitors. Any new target will be indicated in orange. A few more seconds pass, and here it is, the long-awaited result. Высота 100 метров, дальность 7,7 километра. Вот, вот, на автосопровождение взялся. А это он, это точно он. Сейчас по нему выведу информацию. Давайте продемонстрируем, что мы видим в данный момент. Что мы знаем про этот коптер? Мы знаем, что он летит на высоте 100 метров на дальности 7,9 километра от нас, со скоростью 25,2 километра в час, и летит он курсом на северо-запад. Саш, ты сейчас куда идешь? Каким курсом? Север, северо-запад. Саш, разворачивается на 180. Принял. The drone turns around over the forest, and we immediately see this on the monitor. Ну что, здесь можно сказать, что событие, повторюсь, историческое. Здесь мы можем пожать руку главному конструктору, потому что, ну, давным-давно наши радиотехнические войска мечтают о том, чтобы видеть все, что летает, не только большие аппараты, но и такие мелочи. Not long ago, our radar systems could mistake an aircraft with a flock of geese. Remember the story of Matthias Rust, the German pilot who landed his plane in Red Square? Back then, our radars couldn't detect what was flying towards our border. But now, radars near the border don't make such mistakes. The first chief designer of the NIEBO-IM was one of the founders of the Nizhny Novgorod School of Radar Engineering, the chief designer of the Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering, the chief designer of the well-known NIEBO and NIEBO-U radar systems, Alexander Zachepitsky. Under his leadership, the basic ideas for the construction and characteristics of a mobile multiband radar complex were developed. Then his work was continued and completed by his successor, Alexander Baumstein. Not coincidentally, the deputy minister mentioned the term phased array, which is unfamiliar to many people. Thanks to them, the NIEBO-IM offers unparalleled performance for its class, achieving record-breaking results in operating range and altitude limits. To understand why phased array radars are so special, we're going to the place where the NIEBO-IM is given its ability to see and hear. All of these elements are configured to work in the same manner to prevent the emitted signal from bouncing off the walls of the anechoic chamber. They're covered with radar-absorbing material. Here we need to explain another situation. I ask the assistant to turn off the light. What is happening in this camera? We have a flashlight in the hand. I ask the specialist to come closer. Here is a non-fased antenna. Non-fased antenna-resetting. The diagram of the direction is quite wide. When phase-through is a deep light with a large усillation. And in such a situation we can see even some aircraft made by technology STELTS. Absolutely. And even ballistic rockets. It's clear that it's best to watch the ballistic rockets from the inside of the cabin. But we understand, that nobody for the journalistic experiment will not be able to to launch the rocket. But we now we can see on the screen the indicator of the operator's operator's результаты эксперимента по обнаружению баллистической ракеты из космодрома Плесецк. Это был реальный пуск? Да, конечно. Вот Нижний Новгород, вот за 700 километров Плесецк. Желтая – это зона поиска РЛС метрового диапазона, зеленая – это зона сопровождения РЛС дециметрового диапазона. Вот произошло обнаружение. Ракета – это первичные отметки на дальности примерно 800 километров, на высоте 80 километров. Идет ракета, затем происходит отделение первой ступени. Через какое-то время, накопив точность, вычисляется баллистический вектор, и рассчитывается траектория точки падения и точки старта. Later, the coordinates of the calculated point of impact will be compared with the known ones. The numbers will coincide, and this will be another record set by the radio-engineering troops. В райотехнических войсках – это первое средство, которое способно обнаруживать не только аэродинамические, но и баллистические цели. То есть решать задачи не только традиционной противовоздушной обороны, но и нестратегической противоракетной обороны. Это крайне важно сегодня в связи с созданием воздушно-космических сил. Как пример, я могу привести следующее. Радиолокационный комплекс, расположенный вблизи города Хабаровска, достаточно устойчиво наблюдал запуски космических аппаратов с космодрома Восточный. In addition to that, the Naval M-system is mobile, so it can be easily transported closer to the launch site. Высокая мобильность – это одно из основных требований, которые сейчас предъявляются современным радаром. Мобильность – это элемент живучести, который позволяет средствам ПВО более эффективно функционировать в сложных реальных условиях. Кроме того, высокая мобильность, реализованная вне БМ, позволяет радиотехническим войскам оперативно наращивать радиолокационное поле на нужных направлениях. Необильность – это население в Francois. It means that if we need to scan Europe, we can transport the systems to the western border. If the mission requires us to keep an eye on the east, Naval M's can be easily deployed to that part of the country by transport aircraft. Let's get back to the relevant VHF bands. The Nijsny Novgorod Research Institute of Radio Engineering has created a number of VHF radars. В последнее пространство ее наиболее мобильное Ниоби-СВ радар системе. В отличие от неба М, эта станция рассчитана на... Применение силами сухопутных войск. То есть она будет работать где-то на передовой? Фактически, да. Поэтому она базируется на высоко проходимом четыреххвостном полноприводном шасси КАМАЗ. И что важно, в отличие от большинства подобных станций, здесь рабочее место оператора находится прямо в водительской кабине. Именно поэтому мы здесь видим большое количество средств связи, монитор, на котором мы будем отслеживать всю воздушную обстановку. Ну, что еще добавить? Камина здесь бронированная. И уже в ближайшее время сразу несколько таких станций поступят в войска. А теперь внимание! То, что вы увидите сейчас, это настоящая радиотехническая премьера. Что это такое? Реализованная вне ВМ адаптивное взаимодействие РЛС разного диапазона это новое направление в радиолокационной технике, которое позволяет наиболее рациональным способом при сохранении высокой мобильности получить уникальную совокупность тактико-технических характеристик. Вот это направление, оно нашло свое воплощение вот в двухдиапазонный РЛС дежурного режима. Это стандай-радар, который должен быть на дути для защиты с аэробором в пиастинке. Возвращение, это task было проведено в ВХФ системе, как НЕБО-У. И теперь, это дуал-банд радар, который практически не имеет ни одного из компаний в мире сегодня, называется НЕОБИУМ-СВ. Это было создание для того, чтобы заменить их, и это было принято для армитраторов. Правда, это не так мобильное, как НЕОБИУМ, но это дуал-банд радар, и не инфериор, в качестве характеристик. Эта антенна точно так же видит самолеты, сделанные по технологии стелс. Да, это такой же диапазон, как в метровом модуле НЕОБИУМ, он так же хорошо видит стелс-самолеты. То есть, задача этого комплекса круглосуточно нести службу. Да, его задача нести боевое дежурство в круглосуточном режиме работы, поэтому он должен быть более надежный, но и в то же время более дешевый, поскольку их должно быть много. Once the troops have this system, it'll operate around the clock. Without a break, come rain or shine, even during a storm. To be honest, at this point, we wanted to test the system's reliability. But seeing how we'll be working with some equipment that has a hefty price tag, we decided to test just one aspect of this hardware. In Nijegorodskom NII radio-technic they release not only radars, but also equipment. But it's not simple, it's an army equipment. But where else? You can see such a chair, made of metal, with a weight of 50 kilograms. 50-го. Сейчас мы устроим настоящие ходовые испытания этой военной техники. Ну, поехали! Оп! больше, больше скорость. Вот, обратите внимание, мы несемся по асфальту. Водитель пока не спешит набирать скорость. Вот этот армейский офисный стул продолжает ехать очень даже уверенно. Ну где еще вы увидите, чтобы офисные стулья на колесиках вот так себя прекрасно вели. Обратите внимание, все работает, колеса крутятся, стул функционирует. Have a look at this one more time. The wheels are rattling, but they don't break. To understand the amount of strain, look at the asphalt where the wheels are leaving marks. Now that's what I call Russian military equipment. It can withstand just about anything. Вот насколько я знаю, на Западе созданы специальные противорадиолокационные снаряды, которые призваны уничтожать именно такие станции. Да, но для данного радиолокационного комплекса данные снаряды еще не разработаны. В метровом диапазоне таких снарядов еще пока нет. А, то есть обычную дециметровую станцию он уничтожит, а эту? Да, он ее просто не увидит, не сможет ее найти. According to the military representative, even if an enemy tried to shoot the radar at point-blank range with a machine gun, they wouldn't succeed. Даже выход большого количества прием-передающих модулей позволяет обеспечивать бесперебойную работу данного изделия. То есть здесь их так много, что даже если, не знаю, 10, 20, 30 у нас разрушены или улетели, то... Да, при выходе большого количества модулей, изделие будет выполнять свои основные функции. Однако, в отличие от машинного оружия, этот радар имеет другого противника. Это специальный оперативный оперативник, который снялся с жаммером. Я думаю, кто победит в этом борьбе. Вот оно, классическое оборудование диверсанта, который хочет заглушить работу РЛС. Вот такой ящичек, что это? Генератор шума. Генератор шума. Второе, это небольшая антенка. С помощью вот этих двух предметов, подошедший к радиолокационной станции диверсант может вывезти ее из строя. Действуем. Уже просто потому, что в нем, используется несколько диапазонов. Задавить его помехами практически невозможно. Если помехами заблюдет один радар, то его функции возьмет на себя РЛС другого диапазона. Однако, это правда, если мы возьмем только один собаку. Но, что если противника использует специальное электроническое оборудование? В этом случае, Небо-М может быть поддержана другим. Это четвертая машина из состава РЛК Небо-М. Это самый сложный радар за всю историю существования аэротехнических войск. Потому что это активная фазированная антенна, решетка сантиметрового диапазона. В ней 4,5 тысячи приемных, 1,5 тысячи передающих каналов. Продолжение следует... Jamming 3-bands is impossible. However, just in case, the Nizhny Novgorod Institute prepared for this. This is the distinguishing feature of Russian radio engineering. They're prepared for everything. Fortunately, they have the scientific and technical experience for such cases. This year, the Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering marks its 70th anniversary. Обращаясь через ваш канал, через вашу передачу, я хочу своим коллегам передать самые теплые поздравления с их юбилеем, так держать. Радуйте нас своими разработками, передайте огромный привет всему инженерно-техническому составу института, всем конструкторам. Счастья, здоровья и побольше вам заказов. Редактор субтитров А.Семкин